Привет и слава Украине, слава ЗСУ. Сегодня многие из вас, в том числе и я, пожелали Ирану доброе утро. И я у себя в фейсбуке так и написал «Россия приготовится». Потому что, ну, конечно, с одной стороны, может быть, это совпадение, но не думаю, как говорил российский фашистский классик. Дело в том, что этой ночью были нанесены массированные ракетные или какие-то иные удары по иранским военным заводам, в том числе по фабрике, которая производит шахеды. Во время этого удара каким-то образом было зафиксировано в Иране землетрясение. Совпадение? Да-да, это как раз та ситуация, когда едва ли так могло все совпасть. Скорее всего, была использована специальная бомба, которая взорвалась под землей и вызвала детонацию. Бахнуло так, что приборы зафиксировали землетрясение. Только оно рукотворное. На этих новостях из Ирана я зашел на сайт «Комсомольской правды» и прочитал очень тревожную новость. В Омск прибыла группа беженцев. Самое главное – это детали. Цитирую. В Омске на железнодорожном вокзале сотрудники МЧС России встретили прибывших в наш регион 18 вынужденных переселенцев. Внимание, откуда? Из Джанкоя, из Крыма. И здесь мы должны прочитать просто умопромочительный текст от сотрудника Омского МЧС. Людей, которые вынуждены были покинуть свои дома, встречают в разных регионах России. В их числе и Омская область. Сегодня, 29 января, в город Омск прибыл поезд из Симферополя. Сотрудники МЧС России, в том числе и психологи, встретили 18 беженцев. Беженцев из Крыма. На первый взгляд, да, становится еще тревожнее. С другой стороны, этот человек по фамилии полковник Максим Рыбак. Хотелось бы ему, пожалуй, сменить фамилию на Рыбаков, чтобы было честнее. Говорит о том, что в другие регионы России тоже отправляются беженцы. С чего бы это вдруг? И когда речь идет о психологах, которые встречали беженцев из Джанкоя, очевидно, они без работы не останутся. Приехать в Сибирь из-за нашего Крыма действительно нужна психологическая помощь. С другой стороны, мы должны просто зафиксировать, что в истории решений, которые принимает Кремль, отправка людей в Сибирь из Украины осуществляется не впервой. Опять же, я так думаю, кто же мог туда поехать? Едва ли это крымские татары. Едва ли. Ну, разве что это уже какое-то просто в суперприказном порядке это могло произойти. А на россиянам, те, кто хочет, что там, камни с неба в России или умереть в России, мы пожелаем, чего правильно, хорошей дороги, чемодан, вокзал, Россия. Хочешь жить в России? Уезжай жить в Россию. Но здесь сам факт того, что Россия начала эвакуацию из Крыма, говорит о том, что за СССР идут. Мы придем за своим. Подписывайтесь на мой YouTube канал. Не стесняйтесь комментировать эту сенсационную новость. Оставляйте для этого несколько комментариев. И знаете, я вот долго думал, а как могло так произойти, что принято решение об эвакуации? А все это связано, да, связано с тем, что Украине поставляют западное оружие. США не удивляет запрос Украины на поставку истребителей. Идут постоянные дискуссии новых объявлений. И нет. Белый дом вслед за Писториусом говорит о поставках авиационной техники. Конечно, все линии пройдены. Красные, синие, белые, любые. Папо, Женя, будь осторожен. Перечисляя все цвета радуги, ты можешь быть обвинен в России человеком, который пропагандирует ЛГБТ. У них там всякие фестивали, которые раньше назывались радуга, теперь переименованы. То есть, в России радугу отменили. Но вопрос тут, конечно же, в другом. Значит, линии красные и других цветов. Значит, это только одно, что на Российскую Федерацию положили, извините за прямоту, знаете, такой вот, как-то тут очень хитрый, на него, да, находится болт с резьбой. И вот это устройство найдено. Истребители будут, от чего это будет зависеть, посмотрим. Но, естественно, все решается на земле. Раз, на фронте. Нужно подчеркнуть, что российская пропаганда, факт поставки Украине F-16, этих многоцелевых самолетов, подает, как уже решенный вопрос. И еще чуть-чуть, и да, будем уничтожать на земле российских оккупантов, в том числе с этим оружием. Но здесь мы должны, раз уже пошла такая пьянка и разговор о ситуации на земле, послушать генерал-майора в отставке, генерал-майора авиации Рудского. Для того, чтобы проводить такого рода операции, надо иметь соответствующие вооруженные силы. Если вооруженные силы не обладают возможностью проводить оперативно-стратегические наступательные операции, то лучше не лезть с этой темы, тем более вне своей страны. Рудской очень интересный человек, ему 75 лет, и вот эти слова он говорит в конце, очевидно, 2022 года, о том, что, а, вторглись в другую страну, не имея соответствующих возможностей. Позиция очень четкая, антивоенная, и он перед этим, у нас в Телеграме вращалось это видео, где называл то, что происходит, и удары по гражданским объектам, ничем иным, как идиотизм. То есть прямо называл Путина идиотом. И кто-то скажет, причем здесь Рудской и F-16. А я не просто так заговорил о судьбе этого человека. Ему сейчас сколько? 75 лет. Да, он генерал-майор в отставке авиации. И, внимание, служил в Афганистане достаточно на таких уже нерядовых должностях. Был и командиром полка, а потом пошел на повышение. Но вот когда он был командиром полка, с ним произошло очень интересное событие. Значит, 6 апреля 1986 года в 22.00 во время 360-го боевого вылета самолет командира авиаполка подполковника Рудского был сбит американской ракетой Рэдай. С зенитно-ракетным переносным комплексом. Далее получил ранение. Через много лет, фактически через несколько лет восстановился. Интересная статья есть по этому поводу в Википедии, что говорит о его волевых качествах. Но встречу с американским оружием он как бы не усвоил и решил повторить. Известно, что вот эта вот фраза на России сейчас популярна, можем повторить. И отправился уже в, соответственно, в 88-м году снова в Афганистан. И на этот раз был сбит ракетой. Внимание, которая была пущена. Пущена. Из, да, американского самолета F-16. Чтобы усвоить урок, Рудскому на земле пришлось оказаться второй раз. После уничтожения его самолета. Этот человек открыто критикует Путина. И он интересен чем? Что в начале 90-х он был вице-президентом Российской Федерации. При Ельцине у них такая даже должность была. И он даже вроде как занимал в некоторое время должность исполняющего обязанности президента. Ну, там они там бодались. Это в данном случае неинтересно. Но с яйцами, будем говорить прямо, у него все нормально. Сейчас про это, конечно, забыли. Так вот, все то, что сегодня происходит, там это вот как раз и объясняется тем, что наши вооруженные силы не в состоянии, подчеркиваю, проводить оперативно-стратегические наступательные операции. 22 года вооруженными силами командуют люди, которые не служили в армии четверть века. Вооруженными силами руководят некомпетентные, вообще некомпетентные люди. Он снова назвал Путина идиотом, потому что высшие должности в Министерстве обороны занимают люди согласно указу Владимира Путина. И когда речь идет о 22-х годах, так это тот период времени, который Владимир Владимирович, да, маньяк Путин, занимает должность президента России. Там был период 4 года, работал дублер Дмитрий Медведев, но это не в счет. Что может произойти с вооруженными силами? Вот, пожалуйста, вот он итог. Ну, назовите мне сегодняшние руководители Министерства обороны, которые имеют классическое военное образование. Ноль. Ни одного человека. Мало того, министр обороны у нас в армии не служил, военного образования нет, и пять его заместителей, пять заместителей в армии вообще не служили. Фотку видели? Кожукетович прикладывает руку к пустой голове. Ну, то есть, без головного убора. Может быть, они, конечно, в армии не служили, но зато на Ниве пиара и создание вот этих вот шоу а-ля танковый биатлон, ну и вообще на уровне коммерции люди неплохо себя проявили. И вот дальше Рудской рассказывает о будущем. В скором будущем? Нет. О событиях, которые позже наступили в Российской Федерации. Поэтому, что касается вот этой операции, ну, я вам скажу, это трагедия для нашей страны. Это трагедия. Потому что гибнут люди, бессмысленно гибнут люди. Хотя вывеска и лозунг защищают Россию. Где они защищают Россию? Во имя чего они погибают? Это самый большой аллогизм, как можно защищать Россию вне России. Объясняю. Если российский солдат с оружием в руках пересек границу другого государства, он нифига не защитник. Он оккупант и будет уничтожен. И Рудской об этом впрямо прямо говорит. А когда люди гибнут, бессмысленно, но это уже трагедия. Сегодня можно называть такой полк, хотя их там подобие полков. Батальон, рота, где бы не было двухсотых и трехсотых. Трехсотые это раненые. А сколько из них тяжело раненые и стали инвалидами первой группы? А это молодой человек, у которого вся жизнь впереди. Кто дал и кому дали право забирать у детей отца? Кто дал право забирать у матерей и отцов сыновей? Никто не давал такого права. Поэтому вот эта непродуманность в конечном итоге привела к тому, что мы с вами видим. То, что эта война бессмысленна для российского государства, это понятно. Но далеко не каждый, находясь в России, может это проговорить вслух. И это мы сейчас услышали. Не знаю, что они там сделают с Рудским. Расстреляют его, посадят в тюрьму. Такого, в принципе, еще не было. Все-таки герой Советского Союза, политическая катастрофа, ну и все остальное. Но очевидно, некоторое время бессмысленный мор российских молодых мужчин будет продолжаться. И об этом, кстати, говорит российская пропаганда прямо. Никто ничего не скрывает. From Ukraine without love. Прекрасно отдаем себе отчет, что вслед за танками появятся, по крайней мере, планы такие есть реально, и боевая авиация. Будут подготовлены украинские пилоты военные. А дальше Украине будут переданы и дальнобойные ракетные системы, дроны, способные наносить удары на более чем тысячекилометровую дальность и так далее. В этой связи, конечно, я думаю, что сейчас и нашему политическому и военному руководству России надо... Надо застрелиться, а его сменщикам быстрее начать вывод российской военной группировки с Украины. Это в ваших интересах. И, знаете, у нас сейчас есть такая дискуссия на тему, что вот, в Могилянке запретили говорить на русском языке. Так вот, я вчера там гулял на Подоле, на контрактовой площади, и могу вам сказать, что Могилянка настолько крутая, что по-русски в Киеве говорят все меньше и меньше русского языка здесь нет. Это ответ людей на... В том числе... В том числе и это ответ людей на российские военные преступления. Подписывайтесь на канал, лайки, репосты. Украина была, ей будет. До встречи.